Андрей Петрович, по Украине хотел бы задать вопрос, по прошедшим выборам. Я так понимаю, что национал-демократы во главе с Порошенко отодвинуты, и на их место пришли ставленники Зеленского, это сетевые структуры Хаббат, в ноябре, пользуясь вашей терминологией, приходят левые в власть. То есть вроде бы Украина должна в ближайшие месяцы вереть. Но с другой стороны, вот несколько дней назад уже анонсирована фигура Ивана Апаршина, который займет место министра обороны Украины с июня этого года. Это на минуточку ставленник Гриценко, и он 15 лет назад был советником Гриценко, тогда министра обороны. Значит, это, естественно, команда Юлии Тимошенко, и партия Гриценко, и партия Юлии Тимошенко – это идеология либерализма. Там нет ни левой идеи, ни национального контекста и так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы, Зеленский, с другой стороны, власть должна быть у военных, поскольку страна воюющая. И как вы думаете, вот либеральная Украина, которая де-факто в июне начинает новую свою политику, не окажется ли она намного, намного опаснее для России, чем Украина Порошенковская? Спасибо. Значит, вот вопрос. Я стучал-стучал глоткой в масштабе глобализма. А вопрос задан и с тактикой, которая в телевизоре. Какая разница, как эти куклы называются? Задача стоит в том, чтобы создать новую хазарию. Новая хазария – это пять областей приморских. Опора на Республику Крым, государственный стан, сакральный центр синагогов в Днепре. И это новая хазария. А вы меня спрашиваете то, что в телевизоре рассказывают. Значит, я вам рассказываю еще раз, как сделать эту новую хазарию. Надо, чтобы Украина распалась на четыре части. Путин раздает эти паспорта донбассовцам. Значит, вы задайте себе вопрос. Что это такое? Луганская и Донецкая республика. Почему не одно? Почему дверь? Почему между ними таможенная граница? Почему там по нему спуске пункта пропуска? Вы этот вопрос себе задайте. А после этого смотрите в телевизор. Почему? Потому что это разные деньги. Это разные деньги. Вот и все. Значит, куда они отходят? Как будут делить? Эту Новороссию. Неудавшийся проект. Куда уходит Галичина с Волынию? У Европу. В Малороссии остается. Вот Сумская область. Киев там, значит, что там. Черниль. Вот и все. Как это сделать? Войнушка. Провокация. Войнушка. Этот, понимаешь, он не умеет ничего управлять. Он, понимаешь, шут гороховый. Вот все. И развалился. А что там эти за эти кто-чего? Какая разница, что они там кто-чего? Их вообще этих кукл играют в темную.